Как известно, лучший способ сделать карьеру – это работать на того, кто делает карьеру. Правда, для человека, который помогает подчиненным продвинуться по служебной лестнице, результат такого восхождения может стать самым неожиданным. Валентина Николаевна. Здравствуйте. Милости просим. Куда присядете, там и хорошо. Можно сюда, да? Да, будьте любезны. Что беспокоит? Я работаю менеджером в одной фирме, и полгода назад к нам пришла молодая, энергичная, симпатичная девушка. По-моему, откуда-то из провинции. Она закончила только техникум. И так получилось, что она ввелась в наш дружный, в принципе, коллектив, всех расположила, начала рьяно браться за работу, всем стала нужной. И мы как-то с ней сдружились. Дело в том, что я уже давно разведена, сын у меня за границей. Ну, не знаю, может, нехватка общения. Хотя у нас большая разница в возрасте. Мы стали чаще бывать с ней. Я больше рассказывала ей о нашей работе. По своей работе я должна искать клиентов, заключать договора. Но там есть многие нюансы. И как-то, чем больше мы с ней проводили времени, я ей больше рассказывала. В принципе, о многих тонкостях, там, заковырках, чтобы человек понял. Тем более, она старалась это все понять и рвалась к работе. Но некоторое время спустя меня стали преследовать сплошные неприятности. Я собираюсь на сделку. Вдруг получаю звонок от ады. Оказывается, сделка уже прошла. Она ее заключила сама. Я несколько дней была на больничном. Прихожу на работу. Меня вызывает начальник. Предоставляет мне кучу договоров. Ну, как бы сказать, чтобы доступнее было. Не то, что фиктивных, но было очень много недостатков, просчетов. И подпись стояла моя. То есть, эта девушка, которой я, в принципе, прониклась доверием, за моей спиной заключила, ну, почти фиктивные договора. Получилось так, что недочет это был мой. Я, вроде как, была старше над ней. Я отработала уже много лет в этой компании. И когда я попыталась с ней как-то выяснить, поговорить, она сказала, что она ни в чем не виновата. Но начальник, когда меня вызвал... А, простите, я еще забыла сказать. Дело в том, что я, в принципе, собиралась переходить... Ну, как, должность мне предложили более... С большим окладом на повышение. И когда эта девчонка к нам пришла, я очень обрадовалась тому, что вот этот человек, который рвется работать, будет моей заменой. И когда меня начальник вызвал, показал эти все договора, как выразился Филькину грамоту, предложил написать заявление. И, главное, формулировку мне написали такую, что я некомпетентна в своей работе. Хотя раньше никаких... То есть практически вас подставили, да? Ну, если говорят честно, да. Давайте поговорим с ней. Ваша коллега, извините уж, что так? Ада. Здравствуйте, Ада. Ну, присаживайтесь, коллега. Здравствуйте, Ада. Ну, я вообще-то не понимаю вашей истерики, Валентина Николаевна. Да, вы поделились со мной опытом работы. Да, вы научили меня многому. И я оказалась способной ученицей. Я теперь работаю лучше вас. Скажите, а способность и подлость, это одно и то же? Нет, это разные вещи, абсолютно разные. Я не могу сказать, что я вас каким-то образом подставила. То есть к подлости вы не имеете никакого отношения? Абсолютно. Ада, прости, а чем вы тогда занимались в кабинете начальника такое длительное время? Ну, знаете ли, это наговор. И почему вдруг должность, которую предлагали мне, предложили тебе? В кабинете у начальника мы занимались делами. Я вообще не понимаю, на что вы тут намекаете? Должностными? Естественно. Я так и подумала. Ну, правильно подумали. Я моложе вас, я активнее, и у меня больше клиентов. Клиенты ценят мою... Ты считаешь это достоинство? Что ты моложе? Ну, разумеется, уж не недостаток. Клиенты со мной больше хотят работать. Поэтому я больше заключила договоров. А чьи это были клиенты? Половина клиентов, это было моих, Ада. И я тебя с ними познакомила. Ну и хорошо, мы работали вместе. Я помогала вам. Вы всю работу переложили на меня вообще. Вы ушли на больничный, со своими болячками сидели дома. А я... Я живой человек. Я понимаю, что вы живой человек. Я тоже живой человек, но я работала по 20 часов. Просто ли зависть у Валентины Николаевны к молодости и рвению к работе? Или это справедливо обоснованные упреки? Пожалуйста, что вы думаете по поводу этой ситуации? Я думаю, что каждый добивается своей цели как может. Ада, пользуйся своей молодостью, пока она у тебя есть. А когда пройдет, уже придется искать другие способы. В принципе, это типичная ситуация, когда люди из провинции приезжают в город, устраиваются на работу, находят себе грамотного учителя. А потом просто перешагивают через него. И вы не первая, вы не последняя. Вот и все. Что ей делать? Ну, как бы, здесь ей делать нечего, и придется только смириться, я считаю. А вы из тех? Из каких будете? Из тех, кто приезжает и подсиживает? Или из тех, кто... Нет, которые здесь живет и здесь растет. Валентина Николаевна, бизнес и дружба – вещи разные. Особенно там, где существует перспективно карьерного роста. Так что это целиком была ваша проблема, ваша вина, то, что вы не уследили. Дорогая Ада, будете сейчас смеяться до животиков. Ваша мама, Елена Петровна. Ты еще и с мамочкой. Да, нашу программу смотрят не только Ады, но и Елены Петровны. А вы что думаете? Валя, ты не права по отношению к моей дочери. Моя дочь очень добрая, хорошая, порядочная девочка. И она не могла так поступить по отношению к тебе. Лена, Ада – твоя дочь? Да, моя дочь. Представляешь, я сама не ожидала. Вот это девочка твоя дочь. Да, это моя дочь. Я сама не ожидала, что мы с тобой встретимся вот в таких условиях. И все, что я услышала, для меня вообще неожиданность. Ада, так ты, оказывается, все знала. Я не знала, что вы вместе. Вы все семьей спланировали это, Лена. Я не знала, что вы вместе работаете. Ты не знала? Нет. Откуда Ада узнала тогда, где я работаю? Я не пойму. История 25-летней давности до сих пор не дает тебе покоя. Ты не можешь не прости Сергея. А что такое за история? Валь. Да так случилось, что мы встречались с... Вернее, мы... С одним молодым человеком, да? Ну да. И он предпочел меня. Валь, да это смешно. Это столько времени прошло. Хорошо. С такой стечением обстоятельств. Как она узнала, где я работаю? Да, я с ним встречалась. Ты у меня его отбила. Ты его на себе женила. Но она здесь даже и не знала об этом. Раньше это называлось любовью. А в Москву она приехала, чтобы работать. Нет у нас работы. И чтобы учиться. А что же она учиться не пошла? А сразу работать именно на то место, где работаю я. Дочка, это совпадение или что? Нет, это не совпадение. О чем ты говоришь? Это мама... Я же тебе говорила. Я на самом деле... Лена, ты была моей подругой. ...приложила массу усилий, чтобы... ...чтобы Валентина Николаевна уволили с этой работы. Да ты думай головой, что ты говоришь, Ада. Мама, вот помнишь, ты приехала 5 лет назад из Москвы? Помню. Ты туда ездила на встречу выпускников. Ты приехала оттуда вся в слезах. Ты рассказывала, как твоя лучшая подруга, Валя, отлично устроилась с твоим бывшим бойфрендом. И как она отлично живет, трехкомнатная квартира, иномарка, сын у нее учится за границей. А мы, извини, сидим вот где-то там в колхозе и едим сосиски тухлые. Ты босоножки себе покупаешь раз в три года на картонной подожде? Разве Валя в этом виновата, что мама покупает раз в три года? Да потому что мама должна была быть на месте Вали. Потому что Валя выскочила за москвича, потому что она... Почему? Адочка, дорогая, мама на месте своем, а Валя на своем месте. Кто это сказал, что мама должна... Я объясню. У моей мамы был парень москвич. И когда они учились в институте... Это был еще не чей парень, когда мы встречались. Он был мамин парень. А когда ты залетела от него, ему пришлось на тебе жениться. И поэтому ты оказалась в Москве, а мы за тысячи километров от Москвы. Залетела-то она не от сырости, а от него. И по любви, между прочим. Да, по любви, конечно, по любви. Что-то ты с ним развелась через несколько лет по любви. Не сложилось. Да, не сложилось. А чего-то он разведенный... Я должна была написать письмо тебе. Чего-то он разведенный не полетел к вашей маме, ада, сломя голову. И не приполз на пузе, прости. Я была расстроена. Может быть, я что-то и сказала. Но я уже на следующий день... Ты не что-то, ты рассказала ей все о моей жизни. Я уже на следующий день не помнила наш разговор. Она через себя переступила просто, просто перешагнула и пошла делать карьеру. Я тебе дал право, право решать за меня, что мне хорошо, что мне плохо. Ты испортила жизнь моей подруги. Да ты все в слезах приехала. Да я испортила и очень рада, и очень довольна, и удовлетворена. Ты умная девочка. Ты должна сделать все, чтобы ее восстановили на работе. Ты поняла меня? Ну, конечно, да. Я тут полгода впахивала, чтобы ее оттуда уволили, и теперь я должна сделать так, чтобы ее восстановили. А, да вспомни, когда ты была доброй девочкой. Полгода назад. Да я добрая девочка, только не надо. Да чего тебе это надо было? Дочка-то зачем это сделала? Я вот этого не понимаю. Да теперь зато мы будем жить с тобой в Москве. У меня хорошая должность. Да, кстати, чтобы ты была счастлива. Сергея твоего я тоже подсидела. Она и про Сергея все знает. Он, между прочим, до сих пор преподавал в институте, где вы учились. Зачем ты ей все рассказала? Я ей сказала... А теперь он что? А теперь он зарабатывал тем, что брал взятки с абитуриентов, которые поступают. Ну, поступают за гарантию на поступление, берет взятки. Хорошие такие взятки, миленькая такая подработочка. У тебя взятки не хватило, чтобы поступить? И что с ним? И вы его сдали властям? Ну, конечно, но я пришла на диктофон, записала просто. Умные девочки. Наш разговор и отнесла куда надо. Это, знаешь, как потело его лысина, наверное, на заседании в кафедре. Вот кто тебя просил об этом? Вот кто тебе дал право? Весь в чужую жизнь? Да он твоих слез не стоит. Ну ты что, прокурор, решать чью-то судьбу? Ты меня об этом вот спросила. Нужно мне это или не нужно? Ты тогда плакала, мама. Ты плакала? А из-за кого? Ты бы видела этого Сергея сейчас? Толстый, лысый, противный мужик и берет взятки. Хоть мы и плохо жили, но я никому никогда не хотела плохого. А как ты сделала лучше кому-нибудь? Ну это ты так думаешь. Да, я получила моральное удовлетворение. Я своего добилась. Ты для себя все достаралась. Ну хотя бы я тебя попросила об этом или что-то тебя настраивало на это. Я вот этого не понимаю. Да, видимо тем, кто жизнь прожил в общем-то в чести, не понять ваших поступков и помыслов, дорогая Ада. У нас время движется стремительно, мы берем гонку и подводим итоги. Я считаю, что эта девушка просто поганка. И кто так быстро взлетает, тот еще быстрее падает, Валентина. Вы не волнуйтесь. А мама даже вот практически за вас. Она была когда-то моей подругой. Эта девушка далеко не из себя еще посмотрела на вашего начальника. Я бы сказала, сколько ее карьера протянется. Потому что я очень долго работала с кадрами. Молодая девушка оказалась права, потому что неважно откуда она приехала. Просто она оказалась гораздо талантливой и перспективнее своей, можно так сказать, подружки. Я даже не знаю, какими-то там до этого были отношения. И надо просто уметь проигрывать. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Спасибо. Невозможно, дорогая Ада, быть кузнецом счастья в чужой кузнице. И добро, которое никому не нужно, не нужно творить. Даже для самых близких, любимых людей. Без их на то согласия. Вы, видимо, очень любите маму, и это замечательно. Но есть другие пути выражения своей любви. Я так понимаю, что маме любовь, идущая по трупам, не нужна. Мама глубокий и порядочный человек. К сожалению, когда раздавали глубинную порядочность, там вы отлучились. Мы аплодируем гостям в студии. Спасибо. Спасибо.